Здравствуйте, друзья! Сегодня я буду готовить закусочный кабачковый торт. И хочу сразу сказать, что майонезом для смазывания лепешек я пользоваться не буду. У меня будет огуречный соус. То есть весь кабачковый торт будет только из овощей. Для того, чтобы ускорить процесс, я кабачки натру на терке в комбайне. Буду использовать вот таких два небольших кабачка. Три яйца, муку, сколько возьмет, чтобы было тесто, как на оладьи, разрыхлитель, соль и перец. И чеснок еще добавлю, два зубчика. Итак, я приступлю. Чтобы не было шумно, я отключу камеру. Итак, кабачки я измельчила на терке комбайна. Теперь я начну готовить кабачковое тесто. Поперчим наши кабачки. Возьмем где-то вот столько соли. Потом я попробую, если надо, еще добавлю. Перемешаем. Разобьем сюда яйца. Итак, сейчас я быстренько мелко порежу петрушку и укроп. Но здесь в общей сложности будет не более двух чайных ложек. Так, готово. Отправляем в миску. Я потру два зубчика чеснока. Тоже для теста. Нашего блинного из кабачков. Чеснок натерт. Его я тоже отправлю в наше тесто. Теперь осталось дело только за мукой. Разрыхлитель я положу в самую последнюю минуту, перед тем, как буду выкладывать тесто в сковороду. Для начала я отправлю 4 столовых ложки. А дальше посмотрим. Пожалуй, еще одну столовую ложку добавлю. Она не будет лишней, я чувствую так. Так, прослойку я буду делать из жареного баклажана с луком. Из рубленого перца с соусом огуречным. Огуречным соусом буду смазывать лепешки. И из помидоров. Я сделаю из них конкассе. То есть я выну семена и порублю только мякоть. Так, все. Вот так. Пусть оно стоит. А мы займемся сейчас баклажаном. Ну, как резать баклажаны мелкими кубиками, все знают. Поэтому я отключу камеру. Итак, газ я уже включила. Клейковина муки у нас уже набухла. И тесто готово. Вот единственное, что я еще пол чайной ложки разрыхлителя добавляю в тесто перед самым приготовлением. Вот, будет как раз пол чайной ложки. Перемешиваю с разрыхлителем уже. Да, соль пусть каждый попробует так, как ему больше нравится. Соль и перец, как всегда, по вкусу. Масло я буду наливать немного. И буду размазывать его кисточкой по сковороде. Много масла нам не нужно. Готовое тесто берем. Сейчас у нас сковорода согреется с маслом. Сковорода готова. Сейчас постараюсь сделать блинчик ровным по величине сковороды. И, чтобы он был красивый. И ставим его на огонь. И ждем, пока он обжарится с одной стороны. Когда блин с одной стороны уже испекся, мы его перевернем на другую сторону. Если у кого-то это не получится, это значит, что нужно добавить еще больше муки, чтобы он удачно перевернулся, наш блинчик. Итак, наш первый блинчик готов. И сейчас я его в тарелку отправлю. И продолжу готовить следующие блинчики. Наши кабачковые блины готовы. Они сейчас будут остывать. А тем временем я налила на сковороду немного масла. И отправляю туда нарезанную половину большой луковицы. Сейчас я ее обжарю. И добавлю туда кубики из баклажанов. Вот я их мелко порезала. Все мы знаем, когда баклажаны жарятся, они забирают очень много масла. Нам это совсем не нужно. Поэтому я беру нарезанные баклажаны. Отправляю их в полиэтиленовый пакет. Я так делаю всегда, и когда кругляшки или дольками делаю. Берем наше растительное масло. Берем столовую ложку. И я сюда отправлю всего лишь навсего 2 столовые ложки растительного масла в наши баклажаны. Так. Теперь я эти баклажаны вот так вот закручу. И стряхну в пакете. Потом я это все высыплю на сковороду. Все баклажаны. А пакет выброшу. И я высыпаю наши баклажаны растительным маслом. У нас баклажаны обжариваются. Тем временем я подготовлю перец. Это тоже для прослойки нашего пирога. Вот сейчас мы нарежем. На мелкие кубики. Вот отправляю их в тарелочку, эти кубики. Сейчас дорежу остальной перец. У меня помидоры розовые. И сейчас я из них выну мякоть. Ложечкой выну мякоть. А потом уже буду резать. Семена я выну, а мякоть у меня останется. Вот так. Отчищенные от семян помидоры я нарезаю мелкими кубиками. Вот отправляю их в мисочку. Ну и так далее. Баклажаны с луком уже обжарились. И в конце приготовления я их посолю по вкусу. Перемешиваю. Будем ждать, пока начинка остынет. Готовлю соус. Как я сделаю огуречный соус. Вот у меня тут 2 огурчика. 3 дольки чеснока. Для стабилизации этого соуса я добавлю чайную ложку горчицы. Самой обыкновенной. Возьму где-то несколько столовых ложек ряженки. И вот для загущения этого соуса я еще добавлю натертый на мелкой терке сыр. Итак, приступим. Сейчас вот на мелкой сырной терке я натру огурец. Вот так вот. Продолжим. Мелко, очень мелко постараюсь нарезать зелень. Итак, зелень тоже готова. Теперь я потру на терочке 3 зубчика чеснока на своей терочке. Натерт, готов. Я его тоже отправляю в нашу мисочку. Теперь осталось только натереть сыр твердый. Натрем сыр. Ну, достаточно, чтобы было вкусно и чтобы загустел наш соус. Будем отправлять в стаканчик. Так, сыр отправили туда. Теперь отправим тут у нас чеснок, зелень и огурчики. Горчицы обыкновенной столовой. Это для стабилизации этого соуса горчица добавляется. Ну, и теперь я добавлю где-то 6 столовых ложек ряженки. Сейчас я забью все это блендером, а потом попробую. Если не будет доставать соли, я еще посолю. Беру погружной блендер. И так, начинаем собирать наш кабачковый торт. Я выложила на тарелку один первый блин кабачковый. Смазываю его нашим соусом. Выкладываю первым слоем жареные баклажаны с луком. После того, как они обжарились, я их посолила. Буду его смазывать нашим соусом. Вот, будем насыпать помидоры. Очень уж мелко их не надо делать. Видите, они даже сок не пустили, потому что я из них вынула семена. Разложим равномерно наши помидоры, чтобы они по всему блинчику лежали равномерно. Выкладываем нашу третью лепешечку из кабачка. Смазываем теперь ее соусом. Теперь я положу порубленный болгарский перец. Также постараюсь равномерно его распределить. По нашей лепешке. Выкладываем еще одну нашу лепешку. Теперь украсим. И буду украшать наш торт. Наш закусочный кабачковый торт готов. По правилам его нужно поставить хотя бы на час в холодильник, чтобы он настоялся. Но и так он очень вкусный. Благодарю вас всех за внимание. Всего вам самого доброго. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok